Это массажное кресло. Вот такой вот спальный гарнитур, его тоже уже зарезервировали. Вот такой вот стол. Ну чашечки такие же. И стык веселые. Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала, дорогие мои подписчики. В сегодняшнем видео я вам покажу только текстиль, который сегодня приобрела, потому что в магазине посуды не было. Но мне посчастливилось купить несколько красивых вещиц. Вот такая вот маленькая салфеточка. Мотивы идут рождественские. Ну, вы сами понимаете, потому что сейчас все выкладывают на Рождество. Рождество. Она очень маленькая. Такая вот, знаете, если на нее поставить чашечку с блюдечком. Очень-очень красиво все сделано золотом. Очень такая милая-милая. Вы ее уже, наверное, наблюдали в некоторых моих видео. Я фотографировала ее. И вот сегодня ее приобрели вот эту красавицу. Она, правда, очень-очень красивая. Это чистая. Это, наверное, лен. Вот такая вот милашка. Сегодня я еще купила вот такую скатерть. Она в упаковке абсолютно новая. размер у нее 120 на 180. Вот такой вот будет снизу рисунок. Так она будет смотреться на столе. Я ее не буду распаковывать, потому что она полностью запечатана. Это новая вещь. Вот так вот. Еще куплена вот такая вот сегодня появилась скатерть. Сейчас покажу вам. Она, это идет как квадрат, большой платок, стопроцентный хлопок. Вот такая нежность. Очень-очень нежный рисунок розовый. И на фоне рождественских мотивов она прям возвращает нас в весну. такой прям. Сейчас подниму камеру, покажу, как она. Вот такой вот. Ну, она, правда, это вот как просто платок. Ну, это такая вот салфетка. Мини-скатерть, будем так ее называть. Очень-очень нежные розовые, голубые цветочки. Это, видимо, цветы. Это эти. Как их? Вьюнки, по-моему. Да? Если я не ошибаюсь. Ну и, конечно же, опять возвращаюсь на Рождество. Рождество, вернее, вот такая вот дорожка. Очень красивая. Вот так сделана, как будто бы, знаете, как будто какая-то как кружева. Да? Все золотыми нитками вышито. Я сначала, когда ее взяла, я думала, это вот эта лицевая часть, где побольше золота. А когда перевернула, оказывается, здесь идут вышитые снежинки. Это льняная скатерть, по-моему. Сейчас я посмотрю. Здесь этикетка была. Да, есть этикетка. Это у нас... Нет, это не лен, это стопроцентный полиакрил. Такая вот красивая дорожка. Если ее, допустим, вот так будет она выглядеть на праздничном столе. Если на светлую какую-то скатерть, то очень-очень красиво. Отгладится, конечно, она потрясающая. Такая мне, конечно, еще никогда не встречалась. Вот это была сегодня новинка. Ее посчастливилось приобрести. Вот такие сегодня красивые были мини-покупочки. Ну, это тоже интересно. Многие любят очень сильно текстиль. Так что сегодня для тех, кто любит текстиль, для любительниц, это был такой, значит, удачный день, кто это приобрел. И просто полюбоваться в этом видео сегодняшнем. Видео в магазине я практически не делала, очень мало. Но я, естественно, все это вставлю. Потому что, ну, были там новинки, я сняла. Но они незначительные были новинки. Поэтому я акцент сегодня на магазин не делала. Только мебель там, по-моему, будет немножко. Была, знаете, кружечка от Розенталь. Но это именно кружечка была. В родной упаковке подарочные мотивы Рождества были. Вы ее тоже увидите, посмотрите. Если кому-то понравится она, значит, завтра в путь не проложен. Опять в магазин будет. Что там еще нового было? Вчерашняя, знаете, тортница стояла сегодня, которую я сказала, что ее купили. Но ее почему-то опять поставили. Наверное, человек передумал ее брать. Но я сегодня ее рассмотрела. И, вы знаете, там... Это не скол. Ну, видимо, заводской брак. Потому что, видимо, на заводе был скол. И они просто его покрыли глазурью. И это видно. Но не ощущается. Он гладкий. Так что, если даже это было... Если было бы сказать, что у человека дома бы произошел этот скол, то он бы не был таким гладким, вот, зеркальным, да? Значит, это, получается, был заводской брак. Ну, я побоялась ее брать. Думаю, ну, не все ее возьмут тогда. Поэтому я ее опять отставила. Вот. Что там еще нового было? Сервизов нет. В основном сейчас все выносят детские книги, игрушки. Ну, тематика Рождества. В этом году почему-то как-то скудно в этом магазине. Я не знаю, почему. В прошлом прям выделили отдельную такую, знаете, территорию под этот вот... Под елку, под новогодние игрушки. Было прям вот, знаете, может быть, еще поставят. Я не знаю. В этом году как-то вот скудно. Ну, посмотрим. Многие вещи, которые мне вчера заказали, их, к сожалению, уже сегодня не было. Ну, что еще вам сказать. Бижутерия тоже была... Ну, она к винтажной никакого отношения не имела. Была современная, красивая. Ну, как-то вот сегодня не очень удачный был день поездки туда. Но все равно хоть что-то приобрелось. На этом я заканчиваю свое видео. Я думаю, вам понравится оно. Я стараюсь сегодня громко говорить. Вы знаете, я уже купила себе... Вернее, мне сын купил наушники отдельные, беспроводные. В ухо уже так вставляю, думаю, ну, чтобы громче, да, как-то было. Я не знаю. Вроде я уже... Мне кажется, что я громко говорю. Я не знаю причину, почему тихо. Не знаю, честно. Извините меня, пожалуйста. Но я не могу больше никак по-другому. Я стараюсь громче. Но как-то вот не получается у меня. Ну, ладно. Ну, вот на этой такой нотке я заканчиваю видео. Чтобы вам скучно не было, попробую еще вам татошу своего поставить для разнообразия, чтобы вы его не забывали. Он меня сегодня укусил. Наверное, в кадре даже пластырь заметили. Прикусил меня. Но все равно его люблю. Как его можно не любить, это чудо? Ну, ладненько, все. До свидания. Рада была вас порадовать. До новых встреч. Пока-пока. Лямку разгрыз. Ай-яй-яй-ка. Это что за хулиган у нас тут? Да что за хулигашка? Неудобно, да, сидеть? Неудобно, да, сидеть тебе там? Ну, разгрыз Егорке кофту. Ай-яй-яй. Только носом шевелить умеешь. Ай-яй-яй-ка. Ай, Бармалейка маленький. Ай-яй-яй-яй. Нельзя грызть кофту. Прикусывает? Ты прикусывает, да? Ты маленький прикусываешь у нас тут. Эй! 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 Вот она. Ты там что, целуешь что ли? Ты целуешь Егорушку? Да ты мой мальчик сладкий. Как камера увидит, сразу застывает. Это что такое? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова